Доброго дня тем, кто добрую часть своего времени проводит за рулем своего железного коня. С вами Дима Спиваков. Впереди еще два зимних месяца, один из которых это февраль. Как правило, месяц очень-очень холодный. О том, как эксплуатировать ваш автомобиль в эти зимние месяцы, чтобы ваш железный друг служил вам верой и правдой, мы поговорим прямо сейчас. Прежде всего, хотелось бы посоветовать. Если за окном минус 17, минус 20, эксплуатировать автомобиль не рекомендуется. Ни европейский, ни японский, ни какой-либо другой. Потому что какие бы ни были технологии, как бы ни старались производители, при таких температурах износы и разрушения металла увеличиваются резко, в разы. Но если вы уж решили при минус 15 ехать и у вас механическая коробка передач, помните, обязательно выжимайте сцепление, иначе стартеру будет сложно крутить и двигатель, и коробку передач одновременно. Многие считают, что если рычаг коробки находится в нейтрале, коробка не задействована. Это не так. Многие ее части, такие как шестероньки, валы крутятся. Разогревать двигатель надо с полностью выжатой педалью сцепления. Отпускать педаль сцепления надо после чего двигатель чуть разогрелся. Потому что если опустить ее раньше, это создает дополнительную нагрузку на двигатель. При заводке инжекторных двигателей ни зимой, ни летом, ни тем более в мороз не трогайте педаль газа. Электроника сама знает, сколько смеси подать в цилиндры. При езде в мороз страдает и кузов. Я думаю, вы замечали, чем холоднее на улице, тем жестче становится ваша подвеска. Деревенеют амортизаторы и сильнее передают усилия от дороги на кузов. Соответственно, и места крепления к кузову, такие как рессор и амортизатор, разрушаются быстрее. Сначала там появляются трещины, которые потом становятся все больше и больше. Не стоит затягивать на ночь ручной тормоз, потому что утром в мороз могут быть проблемы тронуться с места. Так как когда вы вечером машину ставите, в горячих тормозных механизмах полно влаги, к утру они схватятся льдом. В сильный мороз постарайтесь свой автомобиль не мыть. Ни продувка личинок замков сжатым воздухом, ни размораживающей жидкости гарантии беспроблемной жизни не дают. Иногда единственный выход попасть внутрь своего автомобиля – шприц с чистым спиртом при любом морозе действует безотказно. Если у вас теплый гараж, могут возникнуть дополнительные проблемы. Внутри бензобака всегда есть пары, и чем меньше там бензина, тем больше там паров. Когда автомобиль в тепле – это пары. Но на морозе они превращаются в кристаллики льда. Они тяжелее топлива, оседают и забивают топливную систему. Поэтому имеет смысл чаще, чем того рекомендует инструкция, менять топливный фильтр. И при каждой заправке добавляйте в бак так называемые вытеснители влаги. Ну а кроме того, не ждите, пока загорится красная лампочка, которая сигнализирует о малом количестве топлива в баке.